Астрахань-Кизляр 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 артезианского сельского муниципального образования. Хотел бы выразить славу и благодарность от имени правительства Республики Калмыкия руководству Северо-Кавказской железной дороги в лице начальника дороги Задорина Сергея Александровича, в лице присутствующих здесь руководителей дороги, заместителя начальника дороги по взаимодействию с регионами Дмитриев Сергей Александрович, заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги по территориальному управлению Махачкалинскому Адаму Захару Адурахмановичу. Этот участок пути соединил Астраханский регион с Кавказом и Закавказием, обеспечив бесперебойное снабжение нашей армии бакинской нефтью, боеприпасами и военными грузами. Они вручную выполнили земляные работы, построили земляное полотно и была построена вложена в железнодорожный путь. Работали в летний зной и зимную стужу, потому что все понимали ее стратегическое значение. Это стало по-настоящему дорогой жизни, дорогой надежды и веры в победу. 4 августа 1942 года линию Кизляр-Астрахан принимали во временную эксплуатацию. За этот год по ней было эвакуировано с Северного Кавказа в двух странах около 9 тысяч пассажирских и груженных вагонов с эвакогрузами, 17 поездов с раненым. Только с августа по октябрь 1942 года в район Сталинграда было перевезено более 16 тысяч цистенц горючим, более 30 тысяч вагонов с грузами оборонного значения. В конечном счете железная дорога Кизляр-Астрахан сыграла очень важную роль в обороне Кавказа и Сталинграда. При этом новый участок железной дороги сразу стал прифронтовым. Ее постоянно бомбили. И в этих условиях железнодорожники обеспечили своевременный пропуск поездов. На главной сцене Дома культуры поселка Артизиан участникам строительства железной дороги подарили памятные подарки и вручили благодарности. В торжественной обстановке звание «Почетный гражданин Черноземельского района» была вручена Тагиру Байрхаеву. Наша миссия, наш долг, наш священный долг – передавать эту правдивую историю, не побоюсь этого слова, подвигов ваших, передавать подрастающему поколению. Отдельные слова благодарности прозвучали и в адрес учащихся артизианской средней школы, которые инициировали проект по строительству памятника строителям железной дороги Астрахань-Кизляр. Раньше в нашем поселке проживало очень много строителей дороги. Например, я хочу вам рассказать про свою бабушку, доставила Софью Бурумбаевну. В возрасте 18 лет она в числе первых была мобилизирована на трудовой фронт. Прабабушка Соня была в бригаде Малюкина Устина. Она с первых дней и до конца работала на стройке. Но время стремительно летит, и сегодня в нашем поселке живет всего один строитель – Соктуева Анна Мучеряевна, которой в то время было 13 лет. Уважаемая Анна Мучеряевна, мы желаем вам счастья и здоровья. Мы, волонтеры, сегодняшние школьники, гордимся подвигом наших земляков, строителей дороги Кизляр-Астрахань. Мы помним, мы гордимся, мы не забудем. Кроме этого, на станции Улан-Холл Лаганского района заслуженные награды вручили членам семей, участникам строительства железной дороги Астрахань-Кизляр. Для них также был организован концерт. Героический и самоотверженный труд советских граждан позволил в кратчайшие сроки выполнить задачу. Спустя 8 десятилетий сегодня по этой железной дороге за сутки проходят десятки поездов с грузами, обеспечивая продовольствием жителей огромной страны.